приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов сначала я просил бы тех кто смотрит видео версию этой публикации на ю тубе смотреть этот ролик через vpn так у него будет монетизация что youtube сейчас очень сильно подвел нас российских блогеров думаю знаете напоминаю прошлой публикации я сказал что прошло уже 11 лет как я опубликовал свое первое художественное произведение научно-фантастический роман темное пламя в нем я через художественные образы рассказал о чем действительно творчество великого советского писателя ивана ефремова много сегодня после книг супругов гузиновских уже никто не спорит что творчество ивана ефремова было конспирологическим равно как я сказал что иван ефремов и английский писать джон толкин писали об одном а именно они тайно между строк пиарили некую богоборческую парадигму близкую к гностицизму почему я считаю ивана ефремова богоборцем я рассказал прошлой публикации в этой же я обещал рассказать почему я им считаю джона толкиена также напоминаю о связи творчеством ефремова и толкиена моя новая художественная книга урина которая является продолжением романа темное пламя вот как надеюсь будет выглядеть ее обложка что ж давайте поговорим об этом поподробнее начать здесь нужно с того что мысль о том что произведение джона толкиена это далеко не великолепный христианский катехизис а скрытый пиар гностицизма далеко не новый и такие как научные так и богословские исследования к счастью уже есть да это и понятно на мой взгляд богоборчество произведениях джона толкиена просто прет давайте на начало проверим факты они таковы начать здесь нужно с того что казнь сатаны у толкиена его зовут мелкор по сути по букву переписана им из пести софии которую можно назвать библией гностицизма и такими фактами произведения толкиена буквально пронизан примеры можно приводить бесконечно вот только несколько согласно христианство ангелы и архангелы не имеют пола у толкиена ангелы и архангелы он их называет называет майя балар и айнур не только имеют пол но у них есть институт брака и семьи в гностицизме ангелы и архангелы имеют пол более того высшим божеством в этой религии является женщина софия именно она а не того кого христиане держат за господа бога сотворила наш мир кстати крестьянство включая православие признает инферно но она возлагает ответственность за него на женщину что упрочем уже сказано приводимой прошлой публикации цитате из ивана ефремова она исходит из того что господь бог наказал на всех инферно за первородный грех евы правда непонятно почему тогда вот это наказание попали не только люди но еще и животное растение микроорганизма но у толкиена вообще нет первородного греха его и ответственность за инферно или как он называет его искажение он вроде бы возлагает на сатану напоминаю у толкиена его зовут мелкор но это именно вроде бы самое впечатляющее что по толкиену нашу вселенную он называет ее вселенная сотворил не господь бог он называет его эру а ее сотворила женщина архангел элберет гилтаниэль что с позицией христианства немыслимое кощунство и опять же один к одному совпадает с гностическим миром понимания но тем не менее все это не мешает христианам вообще и православным людям в частности называть произведение толкиена великолепным христианским катехизисом а православные люди к этому еще и добавляют толкиен был католиком который мыслил по православным действительно с позиции христианства это православная мысль что наш мир сотворила женщина и на мой взгляд уже пришло время начать все эти глупости разоблачать ключевым в этом разоблачении на мой взгляд является главный образ созданный толкиен образ чародея гендальфа вот кстати как выглядит гендальф в известной кино эпопеи в стиле колец в исполнении английского актера иэна маккелена сегодня вроде бы никто не спорит что в образе гендальфа толкиен вывел образ иисуса христа да это и понятно как иисус христос гендальф у него вначале погибает а потом воскресает но здесь неизбежен закономерный вопрос который тем не менее почему-то во всех известных не научных и богословских исследованиях пока никто не поставил чей свете приведенных фактов гендальф христос христианский или гностический это более чем серьезный вопрос как я уже сказал с позиции гностицизма на землю в образе иисуса христа на самом деле приходил сатана только здесь нужно сделать существенную оговорку по гностицизму именно сатана а не тот кого христиане держат за господа бога хотел и хочет людям добра напоминаю по гностицизму сатана после казни сумел опять вернуться на землю он бессмертен и его нельзя было убить и тогда для него придумали другую казнь что по толкиену что по гностицизму наша вселенная конечна наша вселенная напоминаю толкиен называет ее вселенная это по сути огромный звездный остров который находится в бесконечном океане запредельной тьмы и что мелкор у толкиена что сатана гностицизме были выброшены в эту самую запредельную тьму и для них там не было энергии это обрекло что одного персонажа что другого впрочем даже по христианству они один и тот же персонаж на вечное чудовищное страдание но сатана сумел найти энергию не только для того чтобы не страдать но и для того чтобы вернуться на землю и дальше ему удалось обмануть господа бога и сопутствующих ему архангелов он принял облик архангела гавриила и господь бог и архангел и ангел поверил что он действительно гавриил а дальше он непорочно оплодотворил деву марию но не господом богом как учит библия а самим собой и пришел на землю в образе иисуса христа и начал учить людей тайному знанию гносису знанию которое делает людей равным по могуществам тем кого мы держим за господа бога и сопутствующих ему архангелов это позволит людям однажды восстать и сбросить их власть гнастицизм считает господа бога и сопутствующих ему архангелов социальными паразитами может ли гендальф толкиена свете приведенный факт быть мелкором точнее мелкором принявшим облик гендальфа на мой взгляд не только может но и должен и на это есть очень прозрачный намек тот кого христиане держат за господа бога с начала времен скрывает свое имя напоминаю иегова и явка это не имена а прозвище равно как и сатана это не имя а прозвище но сатана никогда не скрывал свое настоящее имя его имя люцифер что дословно переводится с латыни как свет несущий и дело в том что главная магия которую что на протяжении хоббита что на протяжении властелина колец применяет гендальф это магия света применяет он ее и для развлечения и устраиваемые им фейерверки знает все средиземье и все средиземье восхищается и светом он же и убивает и нужно сказать убивает достаточно часто свет его главное оружие и на мой взгляд этого намека достаточно вполне после романа темное пламя я захотел развить эту тему и наглядно показать что толкин ефремов братья стругацкие многие другие писатели составляющие золотой фонд мировой литературы писали об одном по моему это сделать уже пора если не сказать давно пора новый роман я задумал называть кровь орла в данном случае это имя имя шамана или как я говорю в книге имя веда веда большого первобытного племени который у меня да мелкор или сатана и который как мелкор или сатана в гностицизме вынужден работать под прикрытием без кавычек но жизнь распорядилась иначе у меня последние годы очень тяжело со временем из-за продолжения темного пламени я не мог толком взяться 11 лет и в конце концов решил пусть продолжением будет не роман а повесть именно ее надеюсь вы скоро сможете взять в руки и получилось очень интересно и наверное символично у толкина как ни крути но главным героем эпопеи властелин колец получился именно гендаль впрочем формально это вроде бы фродо турбинс но сегодня вроде уже никто не спорит что на главного героя он все-таки не тянет интересно также что если судить по названию эпопеи то таким главным героем должен был быть саурон кстати один из православных теорогов на этом основании делает вывод что только поэтам творчество толки нам никак не может быть христианским поскольку это отсылка к имени демона и думаю этот вывод обоснован вполне у олеся бердника главным героем должен был быть сатана именно он у него звездный корсар у бердника кстати сатану зовут гарриор а почему-то получился гермес тресмегист точнее молодой киевский советский следователь григорь бог который является инкарнацией гермеса напоминаю гнестицент построен на концепции реинкарнацию в отличие от христианства которая реинкарнацию категорически отрицает у меня же главным героем почему-то получился не кровь орла а тоже еще очень молодой человек урин который тоже инкарнация гермеса тресмегиста по сути повесть получилось повестью о его детстве и юности кстати кто у толки на гермес или один специалистам хорошо известно я предисловие не буду этого говорить пусть это станет ясно в ходе прочтения повести и перед тем как перейти собственно повести я хотел бы остановиться на еще одном интересном моменте я живу в карелии городе сегежа сегежский район и самое главное действие повести у меня происходит на территории сегежского района на берегу в их озер я называю его великое озеро но действие происходит 40 тысяч лет назад в арктиде есть основания считать что арктида была на нашей территории по поводу великого озера конечно есть вопросы поскольку в их озеро в определенной мере искусственное и возникло в ходе строительства беломоро-балтийского канала в 1933 году но понятно что все здесь не так просто и гипотеза о том что 40 тысяч лет назад аналог в их озеро существовал имеет право быть и что на мой взгляд здесь особо символично Джон Толкиен очень глубоко проработал свои произведения и в частности создал в них не будет преувеличения сказать целый ряд искусственных вымышленных языков он был профессором филологии напоминаю и наиболее детально он проработал так называемые искусственные эльфийские языки их тоже много но главными здесь стали два языка квенье и синдарин в процессе их создания он понятно опирался на ряд реальных языков и есть мнение что особо он здесь опирался на финский язык и в целом оно правильно но не совсем поскольку очень многое он также заимствовал и из карельского языка и есть мнение что из карельского языка он заимствовал куда больше чем из финского конечно карельский и финский язык похожи как русский и украинский но есть и разница и достаточно ощутимая разница и думаю в свете этого очень символично что действия моей повести как раз и происходит на территории современной карелии что бы там ни было но это моя повесть может уже и не первое но безусловно одно из первых открыто богоборческих произведений современной литературе и думаю жителям нашей страны будет интересно познакомиться с богоборческим взглядом на мир тем более через призму произведений писателей составляющих золотой фонда мировой литературы и прежде всего через призму произведений Ивана Ефремова и Джона Толкиена а также наконец понять неразрывную связь их произведений полагаю этот взгляд способен очень многое дать думающему читателю но и когда книга надеюсь будет опубликована желаю приятного прочтения если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь роликом социальных сетях и на других ресурсах пишите комментарии смотрите мои аналогичные ролики какие именно вы видите в подсказки и на конечных заставках